Владимир Михайлович Горелов В 1921 году Горелов вступил в ряды Красной Армии. Поступил в военную школу в городе Орле. По ее окончании он был направлен в бронетанковую часть командиром танка. В 1941 году он был назначен заместителем командира танковой бригады. В этой должности он и встретил Великую Отечественную войну. 19 сентября 1942 года подполковник Горелов стал командиром гвардейской танковой бригады, которая успешно справлялась со всеми задачами. В апреле 1944 года за умелое руководство и личные подвиги в боях при форсировании реки Днестр гвардии полковнику Горелову Владимиру Михайловичу присвоено звание Героя Советского Союза. 26 января 1945 года он трагически погиб в районе польского города Познань. Память об этом выдающемся человеке сохранена в мемориалах и названиях улиц.